ну что всем привет вы снова на канале tesla и сегодня есть кое-какие находки и кое-что хочу еще проверить найдено прошлый раз вот в общем перейдем вот одна находка этого такой фонарь такой огромный фонарь вот значит я его в принципе уже я включал и проверял извиняюсь что без вас вот но у него проблемка значит он когда включаешь к нему блок питания все работает и горит выключаешь блок питания ничего не работает ничего вот этого я вытащил аккумулятор проверил его на тестере короче он мертвый аккумулятор мертвый поэтому нужно будет что-то придумывать с этим фонарем чтобы он заработал нужно будет либо такой аккумулятор другой организовать либо что-то придумать однажды значит я нашел сейчас такую историю расскажу однажды я нашел ну я не знаю наверное целое ведро было вот таких лить литиум их литиум вот эта батарея литиум да вот где-то вот вот такого размера они все были вот как жесткий диск вот с двумя проводочками выходили и значит все были новые совершенно упаковочках наверно пол ведра я не знаю сколько их там штук 100 было точно вот и на проводах я проверял короче соседу который занимается там электроникой я ему их не все половину отдал он проверил на всех аккумуляторах было ровно 37 вольта зарядки вот теперь я жалею что и года мне нужно было десятка два себе оставить хотя оставил но я потом продал их выбор и короче а вот теперь сожалею надо было оставить на такие случаи если вот такие 5-6 штук соединить я думаю для этого фонарика было бы неплохо ну ладно значит будем по-другому действовать пока я уберу значит вот такой был привезен снова один pocket pc вот ну на этот раз рабочий вот здесь все можно менять выключить ну в общем рабочий рабочий pocket pc windows у него стоит сейчас посмотрим что он вообще тут внутри есть вот это у нас клава вот меню и короче я не знаю как им пользоваться совершенно не знаю вот таких я никогда не имел но в принципе он все рабочий все показывает да то есть и виновит он тоже неплохой вот здесь у него есть карандашик вот такое и место для сиди карты но и нет просто затычка стоит вот почему там сейчас выключился у меня сиди карту я заточку это еще он выключился не знаю почему ну ладно не буду его учить больше возможно зарядиться еще хочу сказать сразу что тот плеер вот от медиума такой который с докингом был для для айпода я его тоже включил он совершенно не включается вот поэтому обозревать мы не будем а сегодня у нас вот этот еще усилитель сон мы сейчас под него поставим коробочку чтобы видно было вот так вот примерно вот ну и пробуем включить включая включился включился я его даже еще не вытирал а вот пишет protect выключаем включаем опять сейчас в протект уйдет вот короче я так понимаю что рановато его еще включать наверное поэтому пусть еще он у нас отдохнет постоит а возможно он не будет работать вот ну и последнего за за это его штука у меня спрятана еще одна находка свежая то же самое свеже привезенная сейчас посмотрим ну а проверим попозже потому что она тоже немножко была сырая не сказать что мокрая но сырая но мне заинтересовала своим видом каким-то интересным вот поэтому поэтому я ее взял значит что это у нас это у нас вот такая вот штука вот такая вот штуки называется она ашенбах вот здесь стоит штучка ашенбах вот здесь у нас ручка вот и что у нас здесь здесь у нас плеер от фирмы тег и здесь у нас кассет плеер кассетный плеер тоже от фирмы тег вот вот какие то здесь короче значит это у нас вход внешний это у нас микрофон фон здесь вот я еще не разобраться что здесь тертом я думаю что это была громкость здесь написано band band я не знаю что это такое вот тифон здесь это значит низкие частоты это высокие частоты и баланс вот он здесь вот что это значит вход есть с другой стороны вот они входы внешний выход вход внешне выход вот здесь и здесь скорее всего для подключения еще чего-то может быть радио я не знаю короче нужно все проверять и вот этот вход у нас для микрофона если взять вот такой микрофонный адаптер так вот вставляется и так вытаскивается вот ну я не знаю для чего этот аппарат если у вас есть какие-то мысли по этому поводу то напишите в комментариях вот здесь динамика вот здесь сиди плеер и здесь кассетник то есть я понимаю так что это такой ну возможно что-то петь то есть музыку можно в сиди вставить через микрофон что-то там петь и здесь записывать в общем неизвестный для меня чемоданчик выглядит красиво но какое практическое применение мы найти я пока не знаю вот но и включим моего потом в следующем видео потому как сейчас вот он случайно у меня включился какие-то звуки пошли страны стоит его пока вот что и такое ну все на этом пока у меня больше нет находок единственное что в процессе сделал это вот проверил вот эту макиту макита которая привез немножко зарядил аккумулятора на вот насколько аккумулятора сейчас хватило потому что вот она крутанулась вот но скажем так полчаса назад она крутилась лучше ну потому что аккумулятор не заряжен вот тоже радует вот не все на этом ребятки у меня больше ничего нет ждем немножко пока все подсохнет и проверим вот этот вот гереть и проверим усилитель sony всем привет ну что запустил я вот это вот чудо вот сейчас вот включаем музыку через плеер идет сейчас на работа какого усилитель либо можно включить значит кассетный дек вот он крутит вот тут громкость сейчас посмотрим ну вот он играет тут какая-то фигня записанная короче какие-то разговоры на кассете какие-то разговоры на кассете вот вот так перематывает короче там на кассете просто нету музыки там какие-то разговоры я ее тоже нашел вот поэтому тоже какая-то фигня значит что здесь сейчас попробую перевернуть кассету может быть с той стороны может и есть нет причем здесь вот что-то сделано так что здесь можно регулировать вот этими штуками скорость подачи скорость подачи кассеты звука то есть можно меньше кромче сделать и такая же фигня на dvd player но dvd player не работает то есть он включается все нормально но он не крутит я так понимаю не крутит диск вот вот в этом проблема ну здесь вот что-то как это широко записано вот так нормально а вот так короче какая тошняга записана ну а усилитель работает нормально вот так в общем не знаю даже куда его применить этот приемник такой вот попробую я его поставить в на продажу может быть кому-то он нужен такой вот ну больше я не знаю ничего для себя я не могу придумать зачем он мне нужен такой не нужен хотя интересная вещь вот но может есть любители таких вещей поэтому поэтому попробую так но сейчас у нас на очереди вот этот усилитель значит sony вот антенну поставил но немножко сигнал плохой дам ее так надеть чтобы временный сигнал был в подвале сигнал плохой вот типа вот так вот ну это работает баланс крутится нормально и нормально и на то говорит вы работает усилитель тоже рабочий все нормально вот что плохой сигнал у меня окошко далеко чтобы окошко выкинуть эту антенну но тем не менее слышно на немножко помехи но слышно что все нормально короче рабочий усилок вот еще одну хочу вещь показать сейчас значит вот этот вот приборчик он у нас он у меня не включается я попробовал включать в сеть короче он вообще 00 совершенный полный ноль но я вот кое-что разбирал тут смотрел вот и вот так вот сделал вывод что здесь вот эти вот спикеры в принципе неплохие стоят вот один динамик и здесь как бы бас динамик да вот они полностью закрыты здесь для воздуха вот эта штука езды естественно там такой же вот поэтому по-любому по-любому я с этих слова вот эти вот спикеры поснимаю довольно таки неплохие ну как не то чтобы бомба но и неплохие так пригодятся куда-нибудь когда-нибудь жалко нету здесь кабелечка можно было бы и попробовать их сейчас попробую найти все таки вот у меня тут есть сейчас попробуем как они играют и динамики этот у меня включился а но и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...